Его называли последним воином империи. Известный телеведущий времен перестройки Александр Невзоров в эксклюзивном интервью автору программы латвийского телевидения «Один на один» Гундерсу Редерсу заявил, что не намерен извиняться за свое участие в действиях рижского ОМОНа в 90-х. Тогда он пытался спасти нерушимый Советский Союз, за что получил статус врага стран Балтии. Что изменилось сегодня? Ошибок не бывает. Любая ошибка в науке может быть материалом для последующих, скорректированных и правильных выводов и правильных действий. Сказать, что на тот момент это была ошибка, да нет, не скажу. Я имею в виду свое поведение, потому что все это делалось в контексте той русской, националистической, имперской идеи, которую не я придумал. Я был просто одним из тех немногих, кто ее страстно и искренне исповедовал. Но благодаря событиям в Прибалтике, благодаря событиям в Чечне, в Приднестровье, в массе других регионов у меня появилась возможность, драгоценная, как я считаю, возможность выяснить ошибочность и подлость всей этой конструкции. Ну все-таки, так вы не собираетесь извиняться? Нет. Я не собираюсь извиняться по одной простой причине. Я служил своей стране. На тот момент она еще существовала. Продолжение следует...